Я хочу сказать только, знаете что, вот мне приятно рассказать, потому что я уже наслышан, что я уже в России, что я уже арестован, что я уже в Ростове-на-Дону, что я еще где-то, я, так как видите, я жив-здоровый, здесь перед вами сижу. Уважаемые депутаты, члены исполкома, большинство есть актив города, приглашенные, присутствующие. Сегодня мы собрались с вами здесь, в связи с сложившимися обстоятельствами в городе, с событиями, которые вчера произошли в стенах исполкома, это и обыск в грубой форме, я вам скажу, это и изъятие документов, и поэтому я посчитал за необходимое встретиться с вами здесь, чтобы поговорить, пообщаться, и потом в конце, наверное, принять какое-то обращение, там проект есть, обращение, наверное, в генеральной прокуратуре, губернатору области, прокурору области, о тех фактах, которые произошли вчера. Я думаю, что вы сегодня получите информацию от наших специалистов, которые непосредственно принимали участие вчера в всех этих событиях, которые происходили в стенах исполкома. Вы знаете о том, что завтра заканчивается предвыборная кампания, и вы знаете о том, что я, как городской голова, не занимался своей предвыборной кампанией. После того, как я зарегистрировался, я дал интервью и сказал, что на этом моя предвыборная кампания заканчивается. И я сдержал слово. Я ни разу не встречался ни с активом, ни с людьми, не проводил никакой агитацией. Пусть заходят все, кто там есть. Все, все заходите. Пусть проходятся. И я, как говорил, я никого не критиковал, я никого не бежал, я никого плохим словом не обидел, не сказал никого ни в адрес, ни чей адрес плохого слова. Но то, что позволяет себе говорить мой адрес, ну это им считается. Но тот факт, который произошел вчера, я последнее время был в отпуске, в трехдневном отпуске, уехал, ну учитывая то, что я выборами не занимаюсь, уехал в Киев, мне надо было заниматься некоторым вопросом, там по неразбирающим технологиям, договорился о встрече, еще от своего отпуска. И когда я увидел, вчера мне позвонили, уже поздно, потом включил интернет и посмотрел, что делается в городе, то я действительно ужаснулся. Ужаснулся тем, что неужели есть люди, которые могут сделать такой ажиотаж на всю Украину. Что вся Украина действительно взбудораживалась. Дело в том, что мне правоохранительные органы, никто не поставил известность за том, что будет обыск, что будет изъятие документов. Хоть, насколько я помню, данное впроваджение было еще подписано 16 октября. Но его ждали до последнего, до выборов, за два дня или три дня до выборов. Чтобы это было как можно больше всколыхнуть народ. И показать с отрицательной стороны вот всю власть города. На всю Украину. Я вам скажу, что Андрею Павловичу Аносу это удалось. Вы знаете, что есть криминальное производство, которое было возбуждено еще в июне 2015 года по заявлению Аносу Андрею Павловичу. Он написал в областную прокуратуру. Я знаю, он обращался в все прокуратуры, которые только можно, в том, что якобы мною и работниками горсовета нанесен ущерб деятельности, ущерб городу, бюджету города на 6,4 миллиона гривен. О том, что не было договора города, ну исполкома, который я должен подписать с Дельтой Вильмар 3% отчисления в бюджет на социальную инфраструктуру по закону. Хочу сказать, что это просто, ну, выдумка Аносу. Вот он сказал, он так захотел, написал, прокуратура так, как есть, как написала, ввела сразу, ну, там, не угловно, криминальное производство и пошло. Суд Суоровского района дал добро, но я вам хочу сказать, что 18 марта 2014 года все до копейки, все до копейки было уплачено Дельтой Вильмар. Есть финансовые документы, есть финансовые подтверждения, есть акт сверки о том, что нам Дельта Вильмар не должна ни одной копейки. И это подтверждает документами Дельта Вильмар. Это солидная фирма, которая третья в городе по наполнению бюджета города. Но к большому сожалению, когда мне рассказывают наши специалисты, когда шел обыск и показывают документы, но им уже никто не смотрел. Сам факт свершился, надо было и взять документы. И в этом криминальном проваджении, там специалисты скажут, там было четко написано, что изнимать документы только относительно Дельты Вильмар. Но почистили все. Не оставили ни один кабинет, ни одного управления. Все забрали. Все документы. Как теперь работать, я не знаю без документов. Но цель поставлена и цель достигнута. Но, к сожалению, меня не было здесь в это время. И мне сложно судить о действиях тех правоохранительных органов, которые здесь были, находились в этом зале. Я думаю, те люди, с кем непосредственно они работали, они скажут. Но я давать оценку не буду, потому что действительно мне сложно говорить о том, чего я не видел лично. Я думаю, что сегодня выступят наши специалисты, они дадут такую обширную информацию. И я думаю, что будет выступающий Дэн Авривори Васильевич как юрист, Шегеда Ларисовна, которая здесь вчера занималась непосредственно всей документацией. И Лиманский Роман Васильевич, который тоже даст информацию, что у нас случилось, знаете, что у нас беда случилась с Паскалью Дэн Авривори. Вчера я в тяжелейшем состоянии скорой забрала отсюда. И, ну, я еще раз говорю, Аносов сделал свое дело. В тяжелейшем состоянии отвезли в больницу. У нас вчера была там, я не знаю, Лиманская Романтизия реанимации. И как, в каком состоянии она сейчас, он скажет. Понимаете, можно, можно порочить меня, можно порочить наших сотрудников, но порочить город на всю Украину, чтобы сегодня только ленивый не говорил о южном в отрицательном плане. Это, ну, это надо быть таким человеком. Ради карьеры, ради чего-то, чтобы достигнуть цели какой-то, шти по такими тропами тяжелыми и сложными. За 10 лет работы в городе Южном, за 10, трижды избираюсь мэра, трижды, три созыва, я никогда в жизни не позволил себе сказать плохого слова о своих оппонентах. Никогда. Наверное, поэтому и люди избирают. На чужой беде далеко не выйдешь. Далеко не поедешь. Довези, пожалуйста, о сложившейся ситуации вчера. Уважаемые депутаты, уважаемые предпутствующие, тут я начну с того, что мне уже несколько звонков от коллег, от профессиональных адвокатов, говорят, что такого правового беспредела еще не видел. И когда к нам вчера зашли сотрудники прокуратуры, представили данное отделение, у них было написано, как сказал Владимир Николаевич, что в июле 2015 года к ним обратился Аносов с заявлением, что совершил новое преступление, городской голова не заключил договор по его участию, и в результате городу городскому обеспечению нанесен ущерб в размере 6,5 миллионов гривен. И написали, что Южненское городское управление внутренних дел обратилась к нам в июле месяце, с письмом указали номер исходящий, о том, что мы представили документы. И обращалась к нам также с данным запросом 6 октября. Мы подняли эти документы по своему входящему журналу. Что касается июльского запроса, мы его вообще не нашли. Что касается запроса, который был 6 октября, то там есть, и мы в течение двух дней сразу же дали ответ и направили его в Южненское городское отдел внутренних дел. Тем более, что там было обращение, чтобы мы предоставили решение городского совета о предоставлении положения, о порядке распределения средств на боевое участие. Это, в принципе, регуляторный акт, он есть у нас на сайте городского совета, и при желании даже не было необходимости запрашивать его у нас. Это можно было поднять, войти в интернет, войти на сайт и однокомиться с ним. Ну, направили мы им ответили. Кроме того, там написано, что в результате там нанесен ущерб. Когда мы подняли сразу уже свои документы, что касается данного конкретного договора, то, когда я ознакомился, тут не то, что состава преступления, тут и близко состава правонарушения нет. Мы к нам, Дельта Вильмара, искала какие-то лазейки, чтобы не заплатить, обратились к нам, чтобы мы им снизили процент, что они должны меньше платить. Мы каждый раз отправляли им договор и настаивали на том, чтобы заплатили именно в установленном сессии размер, которая является 3% от смертной стоимости строительства. Более того, там у Дельта Вильмара тоже юристы, которые каждый хочет там как бы что-то от этого выиграть. Владимир Николаевич приходил руководитель предприятия Панда. Мы в кабинете встречались, убеждали, настаивали на том, что именно Дельта Вильмара должен заплатить в данном размере. И спасибо этому предприятию, спасибо руководству, которое в конце концов помер и согласилось с тем, что оно в данном случае должно заплатить, и мы не дошли до суда. Если бы мы дошли до суда, мы бы все были до сих пор. Я вас уверяю, такое все. Оно заплатило все до копейки и заплатило вот это все в результате работы, которое было проведено на протяжении нескольких месяцев. Там у нас есть переписка, мы подготовили сейчас обращение в прокуратуру генеральную, и это все предоставили, что мы писали неоднократно письма о том, чтобы настаивать, чтобы они заплатили. И то, что договор заключили, там они пишут, что в районе было круто выбор. Нет, это все было на кру. Мы все вот это благодаря именно тем мерам, которые принял горсовет, заплатили 6 и такое. Более того, я вам скажу, что Дельта Вильмар самый большой плательщик в силу того, что они строятся, который перечислил средства на развитие городской социальной инфраструктуры. Там даже был спор, мы пеню на них еще надеялись. Штрафные санкции, они тоже искали какую-то возможность заплатить такое все. Опять же, при том переговоры, они заплатили все. Дали Владимир Владимирович, ну ты уже с них высосал все, что возможно. Даже так даже было. Мы уверяем, что это так и было. Что касается вопроса правоохранительных органов, тут на меня некоторые коллеги отвечают, ну как жюристам, они пишут, что мы предоставили материал. Я всегда говорю, если есть ссылка на то, что возбуждено уголовное дело, мы по закону, хотелось нам, это трудно, это кучу времени отнимает, это надо кселить, заниматься, отвлекаться. Но мы всегда по их запросу, если есть ссылка на возбужденное уголовное дело, мы давали все документы. Как бы нам трудно это, хочется, нам не хочется. Мы давали все, при том оперативно в течение несколько дней. Мы это тоже подняли, это тоже у нас все есть, что мы давали. Что касается суда, перед этим две недели назад прокуратура тоже подала в Южненский суд аналогичное заявление, прокуратура вместе с Южненсковским отделом внутренних дел, чтобы провести выемку документов в данный городсполком. Но судья объективно рассмотрел и пришел к выводу, что в этом нет необходимости, потому что Южненский городской отдел, Южненский городской здесь все предоставил. Объективно разобрались. Тогда они пошли другим путем и в нарушение процессуального законодательства они обратились в Суворовский суд. Притом фальсифицировали материалы, указали, что они обращались к нам и мы им не ответили. Суворовский суд тоже, к сожалению, вместо того, чтобы вызвать нас и досконально разобраться, действительно было ли преступление, был ли ущерб, были ли предоставлены документы, какая есть необходимость для этой выемки, были с определениями. И хотя это определение незаконное, но даже вот это незаконное определение, которое, к сожалению, нельзя обжаловать, порциально его нельзя обжаловать. Так построен Порциальный хорик. Даже это незаконное определение прокуратура города Южной, а если следственная группа Южненскова отдела, грубо нарушила. В определении четко написано, что мы должны, во-первых, дать копии документов всех, и там перечислены документы, которые касаются, во-первых, наших взаимоотношений с Дельта-Дельмаром, а во-вторых, там даже стоят инструкции и все остальное. Они не с начала, и когда они пришли, мы им предоставили все документы доброволь. И мы предоставили, когда им предоставили платежку, когда им предоставили акт, в котором указано, что нарушение устранено, я так думаю, что они должны были стать сказать, извините, мы ошиблись, и на этом все должно было закончиться. Вместо этого они увидели, они начали изымать все подряд. Они начали изымать все подряд и изымать в оригиналах. Более того, в управление архитектуры зашли, Сергей Николаевич подпишет над ним шуток, что он постоянно обсуждает, но нет худа без добра, я его жизнь научила. Он им говорит, ну пожалуйста, давайте протокол, выемки, какие документы изъяли. Он говорит, нет, это все подпишет потом исполняющий обязанностей мэра. И когда потом заставляли Людмилу Владимировну, и именно это в том числе одна из причин состояния ее здоровья, потому что с одной стороны ее заставляют подписать, а как вы можете подписать протокол изъятия, если вы там не присутствовали? Вы будете подписать протокол изъятия, то, что изъяли у вас в кабинете приват. Были памятные, какие документы конкретно изъяли, а если там не взимали папками, даже не переводили опись, как она может под это подписать? И я ей говорю, вы должны подписать только что касается вас. И я так понимаю, что с одной стороны идет прокуратура, что ты должна подписать все, которое недоконное. С другой стороны, она должна подписать только то, и в том числе это одна из причин, что резкого украшения ее здоровья. Что касается наших действий, мы процессуально, и мы вынуждены, к сожалению, защищаться теми же методами, которые использованы против нас. Нами подготовлено, а сейчас направляется, во-первых, возбудит уголовное дело против следователя, который подал это обращение в Суворовский суд, который вынес, и она указала, что она якобы запрашивала документы, а мы не предоставили, и вроде бы как бы есть ущерб. Кстати, когда мы представили акт, она говорит, а у меня другой акт. Как он может быть другой акт? У нас подпись на каждой странице, у меня этого нет. Мы говорим, вот платежка, что кем-нибудь пришли, вы платежку подделали. Ну, как можно подделывать банковскую платежку? Мы все умные люди, мы же понимаем, что это при всем своем желании, хотели, умение сделать нельзя. И поэтому нами приготовлено заявление тоже о возбуждении уголовных дел в отношении следователей прокуратуры и в отношении незаконных дел, которые с превышением всех процессуальных, я говорю, даже это незаконное определение, в рамках которого должен был действовать следственная группа, и они его нарушили. Обыскивали все подряд, открывали сейфы, брали все подряд документы, притом папку синяя взяли, кинули вот такое-то. У ОПСИ, вот любое следственное действие, оно предусматривает его окончание, должно быть подписание протокола, выдачу копию протокола, изъятие документов, какие документы изъяты и в каком, и указаны. И должны быть ознакомлены с этим те лица, у которых эти документы изъяты. Этого ничего нет. И в завершение я хочу сказать большое спасибо, вы поверьте, нашим средствам массовой информации. Не всем, конечно. Целую ночь работают. Вот это особенно нашему южненскому коммунальному предприятию. Ну можно сказать, что МИК, нужно сказать, что это его работа. Ну и большое спасибо Репосту. То, что, как они отстаивали именно правду, законы, поверьте, это драгословно. Хорошо, спасибо. Я так понимаю, что вместо того, чтобы было заводить криминальное проваджение, надо было единственное взять. Спросили Дельты и Вильмара, платежку вы перечислили? Да. А у нас деньги поступили? Да. И все. Никаких возбуждений уголовных дел. Нет, но это уже никто не сделал. Они вначале создали проблему, ввели там криминальное проваджение, а потом начали... И надо было зайти в исполком и забрать документы. Все документы. А теперь они год будут эти документы изучать, и будут тут каждому рассказывать, как надо жить на демонстрии. Так, Шагидалову. Добрый день. День у нас вчерашний был длинный. Он перешел плавно в длинную ночь. Я вам хочу сказать, что то, что вчера происходило в здании курсовета, это, конечно... Я еще не нашла этому определения. Хотя, как бы, с удовольствием вспомнила, что я когда-то получала юридическое образование. Я очень хочу попросить Владимира Николаевича, если так случится и будет возможность. Я вот с понедельника ушла в отпуск и с удовольствием окунулась в юриспруденцию, потому что у меня теперь есть просто, знаете, такое дело чести. Я обещала вчера руководителю этой злочинной группы, которая здесь расправлялась с нашими кабинетами и с нашим имуществом, с документами, что кое-кто из них долго будет пекать от моей фамилии. Я сейчас уже подготовила... Вот у нас масса есть документов. Это все, кто присутствовал в процессе и кто в нем не присутствовал, самое главное, и это есть, наверное, самым страшным нарушением, потому что в шести помещениях Южненского и Русского Совета проводились обыски. Присутствовали работники только в двух помещениях. В двух. В четырех помещениях обыски проводились без работников этих помещений. Как это проводилось, это, знаете, можно целый роман написать. Что подбрасывалось, изымалось, какие вещи пропали в кабинете. Я еще до сих пор этого, например, не знаю, потому что у меня нет времени сейчас изучать там, какие у меня были документы, каких не было, что вытягивалось из каких папок. Что, значит, тут же появлялось вдруг в средствах массовой информации, которые, кстати, не были присутствующими в следственных действиях. В следственных действиях, как нам объяснила прокуратура, принимал участие нанятый работник, который случайно оказался штатным или там позаштатным сотрудником небезызвестного в городе канала Эмна Винны, который тут же выкладывал это все в интернет с определенными комментариями. Не знаю, имел ли он на это право. Я думаю, что правоохранительные органы дадут этому свою оценку. Более того, это появлялось быстрее даже, чем об этом узнавали хозяева кабинетов. То есть как это происходило, никто не знает. Что было на самом деле в кабинетах, тоже никто не знает. Очень путаются в показаниях понятые, которые были привлечены к этому процессу. Понятые тоже были выбраны как-то не случайно. Как оказалось, что эти понятые имеют непосредственное отношение к политической силе «Наш край». Одна женщина в палатке стояла, которая тоже была нанятым работником. Один молодой человек не то был помощником, не то кандидатом. Ну, в общем, какое-то отношение к этому тоже сейчас выясняется. Было понятых всего трое, хотя вот в шести помещениях велись обыски. Эти понятые курсировали из кабинета в кабинет. От начала и до конца следственных действий ни в одном кабинете понятые не присутствовали. От начала до конца, не говоря о том, что там не было хозяев. Когда я спрашивала у понятых, скажите, пожалуйста, вот эта пресловутая георгиевская ленточка, которую вы мне тут инкриминируете и сейчас составите, не знаю, правда, я не нашла статьи закона, по которой можно меня привлечь и уже прокуратуре области в Фейсбуке выкладывать, что в Южненском горсовете в каждом кабинете были найдены в огромном количестве ленты. Я не знаю, в чем нас обвиняют, какое это страшное правонарушение и кто их туда положил. Это еще большой вопрос. Но сам факт, когда я спросила у понятых, скажите, где, в каком месте моего кабинета, вот лично вы, молодой человек, присутствовавший здесь в преследственных действиях, где была найдена эта лента? Он мне указал одно место. Через две минуты в кабинет заходит, это было независимо от двух этих, они не слышали, что говорил предыдущий понятой. Заходит женщина, спрашивает, где была найдена лента? Она показывает совершенно в другом шкафу, в противоположном месте. Я говорю, вы определите, если это была одна или две, где вторая, куда тогда пропал вещественное доказательство, или там моя личная собственность. В общем, на вопросы какие-либо к следственным органам, во-первых, мне вообще никто не показал документы, никакие, ни удостоверения участников этого процесса, о том, что проводят лично проверку прокурор и прокурорская группа, это как бы стало известно в процессе поведения. Понимаете, я не знаю, что они искали, но они точно не искали документы по Дельта-Вилмар. Дело в том, что вот в этой ухвале, которая, с ухвалой, я бы так сказала, а не ухвала, которую они принесли, которую я увидела уже, наверное, часов в 7 вечера, здесь написано, самое главное, я считаю, праза, которая определяющая была для всего этого процесса, что данная ухвала надает право проникать до житла чьей-иншого владения особой лишь один раз. То есть этим людям нужно было под любым предлогом попасть в здание горсовета. Может быть, как раз в то время, когда выдавались бюллетени для голосования, это был как раз назначенный день, когда избирательная комиссия, бюллетени хранились в здании горсовета, на лежащем месте, под охраной. Именно в этот день все избирательные комиссии в городе получали эти бюллетени. Может быть, они искали, не знаю что. Во всяком случае, такой шорох, такую неподдельную радость у них вызывало, что в сейфе орготдела были найдены штампы с прошлых и позапрошлых выборов, которые, согласно закону, после проведения выборчей кампании сдаются на сберегания в органы местного самообразования. Там не сказано, что они внищуются. Они в нас сберегаются. Где они должны были храниться, как ни в архиве в сейфе. Нам никто не сказал, что их надо уничтожить. Но, найдя эти штампы, столько было восторга. Все, вот, смотрите, вот сейчас вот тут вот все и происходит. Значит, потом, в кабинете у Владимира Николаевича, это уже, это вообще отдельная история с этим кабинетом, значит, на столе была найдена бумажка, это уже только с рассказа Наташи Мизюкиной, которая просто путем нашего туда ее доталкивания она там оказалась, потому что ни один человек из нашего аппарата там не присутствовал. Вообще. Значит, на столе у Владимира Николаевича лежала вот такая табличка-сводка по парламентским выборам, прошлым парламентским выборам. То есть там, где партии с процентами по участкам, это что? Информация, которая не может быть на столе у городского головы, если он анализирует ситуацию. Какие партии у нас в городе там... Еще карандаша будет. Да, ну как бы это... Вот, смотрите, фотографируйте. Вот, вот тут уже все расписано, проценты. Посмотрите, тут уже по всем участкам. Ну, это, понимаете, просто когда смотришь на это все, понимаешь, что те люди, которые пришли, искали что-то очень конкретное. Все, что они находили, или те документы, которые им предоставлялись в процессе, им действительно не нужен был оригинал акта проверки КРУ. Они его в руки даже не взяли. Потому что они сказали, у нас есть свой, но он почему-то отличается. Почему-то. То есть как-то они даже на вид определили, что он выглядит не так. Они его не взяли, они его не изъяли. Они зачем-то во всех управлениях изъяли журналы входящей и исходящей документации, чем парализовали сегодня работу финансового управления, управление, ослиты спорта, молодежные политики. Потому что сегодня, у нас конец месяца, у нас идут подготовка к выплатам заработной платы в бюджетной сфере. Сегодня без этих журналов. Это необходимый атрибут в нашей работе. Мы им написали сегодня с утра скаргу. На эту скаргу нам сказали, уважаемые, заведите себе новые журналы, а эти мы вам не отдадим. Хотя в самой ухвале четко написано, что на даты дозвол на проведение обшивку у промышления в Южной Скомискураде не указано в каких именах. Указано, что по проспекту Ленина они вообще должны были осматривать не наше управление, отдел капитального строительства, управление, местопудование, архитектуры, а ВТИ почему-то они должны были осматривать. Но они вырыли все, все какие документы были, оригиналы документов. Ух ты! Все это забрано. Мы не знаем, как они будут использоваться, в какой интерпретации, где и кем. Значит, и тут написано четко в этом всем, что им нужны осамы, какие имеют значение для слиства. Я не понимаю, какое значение для слиства имеют входящие и исходящие ОКСМП или финансовое управление. Если вас интересовал конкретно исполком и горсовет, туда, где заходят конкретно документы по Дельта Вилмор, например, написано, какие имеют значения для слиства, осамы, копии, журнали, входной и выходной документации. На эти копии никто и не претендовал. Были забраны оригиналы, которые возвращать нам тоже никто не собирается. Но хочу сказать еще следующее. Это как бы все цветочки. Самое главное, чего мы не видели и не видим по сей день, это протокол проведения обыска и вообще всех этих следственных действий. Нам его никто не предоставил. И я вам хочу сказать, что ситуация была такая. Действительно, они очень давили на Паскаль для того, чтобы она это все подписала. Когда Григорий Васильевич говорил, что протокол обыска должен быть по каждому помещению отдельно, так как это было уже когда-то, когда пришли специалисты, которые это проводили, и они знали, как это делается. Проводился в моем кабинете обыск. Я подписалась только за то, что изъяли у меня под подпись. Я проверила каждую папку, каждый листок пересчитала. Так же было у Владимира Николаевича, у Любилова. Сейчас вот это все гамузом сгребалось. Шесть мешков они отсюда вынесли, не говоря того, что они вынесли из Укса. Что они отсюда вынесли, никто не знает. И в результате всего этого, этого акта вообще никто не увидел. Значит, Паскаль везла скорая, когда уже состояние стало критическим. Пока мы бегали тут и суетились по поводу ее состояния, потому что непонятно, что происходило. Возвращаясь, я вижу, про то, что в кабинете мэра будет вообще проводиться обыск, мне, например, никто не сказал. Нам сказали о том, что мы заканчиваем писать акт. Вы все подпишетесь, все люди. У нас было, наверное, человек восемь на работе, в это время находилось. Все работники тех кабинетов, где был обыск. Значит, уже 10 часов, где-то 10 минут возвращаясь, значит, по дорожке, я смотрю, у мэра в кабинете свет горит. Думаю, очень интересно. Как это интересно произошло? Ключей у них не было, и они их даже не просили. Значит, хорошо, что наши ребята, действительно, средства массовой информации они стояли во дворе, потому что прокурор им пообещал прокомментировать. Все по окончании следственных действий, чего он, кстати, и не сделал. Мы с ребятами быстро забегаем в приемную. Свет горел в приемную. Горел свет и в кабинете, потому что он включается из коридора. Включается из приемной. Как раз свет горел в двух кабинетах, поэтому я уже подумала, что они уже там. Значит, там, как это называется на языке, я не знаю, специалист по вскрытию дверей. Значит, эту первую дверь они уже вскрыли, и он сидит на корточках и, значит, вскрывает эту вторую дверь. Я его отталкиваю. Говорю, вы хоть бы спросили вообще, есть ключи, зачем вы это делаете? И сказала, без хозяина вы в этот кабинет не войдете. Ну, там, что там было дальше, я думаю, что многие видели, но дело не в этом. Дело в том, что по поводу того, что я препятствовала проведению следственных действий, значит, там должна была Альфа выехать, еще кто-то. И сейчас я вам хочу сказать, товарищи, все думают, что мы с вами тут замыслили вообще нехорошее дело против прокуратуры и милиции. Они там сейчас собрались, у них приехало подкрепление, они думают, что я сейчас поведу вас туда, бить их камнями. Я вам честно говорю, потому что меня уже об этом предупредили. Значит, на мой арест, на 72 часа уже были подготовлены бумаги вчера. И научники они мне обещали, и еще там что-то. Но вести себя так нельзя, как они себя здесь вели. Вот они сгрузили это все. И вы знаете, что они нам сегодня сказали? Значит, так как они взломали замки в этих двух дверях, протокола обыска никто не видел, никто никаких документов не подписывал. Что у нас здесь забрали, никто не знает. Но сегодня, когда полдня, специалист, который работает непосредственно в приемной городского головы, ходила и спрашивала, опечатанная и приемная, ну и не знаю, наверное, опечатанный лично кабинет Владимира Николаевича. Когда Лена пыталась попасть в свой кабинет, говорит, уважаемый, что мне написать, какую бумагу? Я хочу вернуться на свое рабочее место. А дверь опечатана. Они говорят, да снимайте бумажки и заходи. Лена говорит, вы вообще нормальные? Вы завтра же мне придете, что-нибудь там будете инкриминировать, каким образом я туда попала? Мы из них выразили, какое заявление на их имя нужно написать. Написали заявление. Они нас туда не пустили, но сказали нам очень, две очень интересные новости. Значит, во-первых, мы узнали, где находится акт. Он находится на столе у Владимира Николаевича. За двумя опечатанными дверями. Это как называется? Высокий профессионализм. Акты, которые никто из нас не подписывал и не написал туда ни одного замечания. Но все свои замечания мы уже написали в скарках, которые отправлены, в том числе, в областную прокуратуру. Сейчас уже приехал туда человек, до пяти часов нужно сдать было документы. Плюс вот то, что мы написали сейчас в генеральную прокуратуру, я думаю, и президенту мы это отправим, и губернатору, и в областную прокуратуру. Но самое интересное было еще одна новость, которая, я думаю, тоже будет широко сейчас популяризироваться в некоторых средствах массовой информации. А может быть даже покажут и какое-то видео, потому что мастера, они необыкновенные. То, что сейчас показывает этот канал у себя на канале или в режиме частного просмотра у некоторых людей на дому или в кабинетах. Ну, это их личное дело, как они распространяют эту информацию. Но я вам хочу сказать, что сказали нам о том, не кто-нибудь, а лично прокурор, или кто он там, исполняющий обязанности прокурора, товарищ Нечипаренко, ответственно заявил нашему работнику, «А ваш-то мэр вчера сидел в машине под исполкомом, и его сняли, между прочим, и покажут сегодня по киевскому телевидению, как он у вас тут дежурил и не хотел зайти в кабинет, чтобы дать возможность провести у него опрос». Это заявление ответственного человека, который не просто с улицы пришел, он сегодня здесь исполняет обязанности прокурора города Южного. Поэтому я вам хочу сказать, просто как человек эмоциональный, как человек, который, может быть, больше знает, чем говорит, но такого я не видела никогда, и дай Бог, чтобы я этого больше никогда и не увидела. Спасибо. Депутаты, кто хочет высловитись, будь ласка, че не вы комформирует, присутствие, давайте мы регламент, если треба затвердить. Нет, Владимир Владимирович, вы, если вы можете, не установите меня в кабинетах. Нет, вам нет, я больше, чем много лет, это будет желать. Я не впервые на этой трибуне, выступал на ней десятки разов, ответил. Сегодня я хочу вам сказать таке. уважаемые жители города Южный, уважаемые депутаты, уважаемые штаны исполкома, уважаемые Владимира Николаевича, уважаемые все. Я вынужден сказать то, что я скажу. Почему? Потому что, если я об этом не скажу, то завтра или сегодня постигнет судьба каждого из нас, такая, которая постигла на вчерашний день сотрудника исполкома, начальника управления Людмилы Владимировны. Это одна сторона. Другая сторона, я там с Великой отдавал сегодня информацию и каналу МИК нашему, и в отношении состояния здоровья. В отношении состояния здоровья Людмилы Владимировны я хочу сказать, у меня есть письменное разрешение на обнародование ее состояния здоровья и всех процессов, которые происходили вокруг нее. Поэтому на это я сегодня имею юридическое право. И я хочу дать информацию в двух таких направлениях, в двух ракурсах. Как врач, как главный врач, как депутат и просто как человек. Людмила Владимировна поступила к 21-15 вчера, привезла я скорую помощь. Вы знаете, я много лет знаю, когда я вижу эту женщину, когда я увидел на кресле каталки человека, который сидит в этом кресле каталки. Если бы я не знал о том, что это Людмила Владимировна, я бы никогда не узнал, что это сидит Людмила Владимировна на паскале. То есть, я увидел то, что, что можно сделать с человеком за короткий промежуток времени как в психологическом, так и в физиологическом плане. То есть, сидела тень, которую можно было узнать, только, может быть, по голосу. Случилось так, что мы уже знали о том, что врач скорой помощи нас поставил известность о том, что срочно надо вызвать врача-анестезиолога-анематолога, врача-кардиолога. Они были уже на месте, а помощь оказывалась здесь, в Мире Владимировне, в приемном отделении. И когда на кресле каталки привезли в отделение реинтенсивной терапии, и получился такой интересный момент. Мы тогда сделали первую кардиограмму, делает грамотный врач-кардиолог, Гузик, Олег Николаевич. Он когда делал первую кардиограмму, он говорит, кардиограф не работает. Ну и быстренько с отделения, с терапевтического отделения принести второй кардиограф, и когда мы не наклеили снимать вторую кардиограмму, нет, это действительно так. С таким диагнозом и с таким состоянием, физическим состоянием, мы в соответствии с протоколом лечения и протоколом Министерства здравоохранения больного обязаны до полутора часа на протяжении 20-30 минут всем, кому повезет, доставить больную в отделение в центр кардиохирургии для того, чтобы проводить обследование с целью дальнейшего оперативного лечения. Да, там сложный диагноз, очень серьезный диагноз, который дает возможность дифференцировать между инфарктом или инфарктом в состоянии. Мы готовы были ее госпитализировать в областной больнице, стояла уже машина подготовлена реальным автомобилем, но Людмила Владимировна отказалась, она нам было письменный отказ, вернее, мы написали письменный отказ, и она подписалась. И большому сожалению, это не отказ, это трагедия, это трагедия наша. Мы вот, когда за пару минут до начала нашего совещания один из депутатов сказал такую фразу, которая меня затронут в руку на душе, что это же надо так, чтобы нормальный, спокойный, красивый город один человек привоз в войну. То, что-то происходило, и то, что происходит и по сегодняшний день, ну, видите, мы смотрим телевизор, смотрим все передачи средств, масса информации, и мы видим сейчас такой период реальных действий, такое отношение к человеку, сотрудникам, которые мы видели вчера, видимо, не все те воинствующие стороны применяли такие методы при методе дознания друг у друга, которые вчера проводились у нас в нашем городском совете. На сегодняшний день на утро мы проводим комплекс реанимационный, да, Игорь Негодяйовна сказала, что я не поеду никуда, я боюсь ехать в Одессу, я боюсь ехать в кардиохирургический центр, потому что они меня будут продолжать пытать и там. Она рискует по сегодняшний день своей жизнью из-за того, что у нее в человек насколько подорвана психика, насколько подорвана здоровье, что она боится, что мы ее отвезем в Одессу, и там будут дальнейшие преследования и дальнейшие эти вопросы. Вы понимаете, я не случайно сказал, чтобы рассказать фразу и слово пытать. То, что вчера происходило у нас в этом здании, это никакое не расследование, это никакое не изъятие документов, это элементы пыток, и я подтверждаю словобой, я знаю, что мне слова услышат те люди, которые являлись заказчиками, которые исполнителями, им не сильно, мягко говоря, понравятся мне слова, но я их аргументирую в общем. На протяжении 11 часов без разрешения на отдых, без разрешения на обед, без права выйти, зайти, над человеком в физическом плане производились действия, которые привели ее к такому состоянию. сейчас в начале 2-го Людмила Владимировна попросила кого-то из сотрудников дать им мне стакан чая, не разрешили. У нее два раза она была в шоковом состоянии, два раза мне было потери сознания, когда была кратковерированная потеря сознания, там дрызли на нее водой, и когда где-то в пределах 21-го часа, когда случилось, это уже беда с ней, вот, сотрудники милиции, все те люди, которые находились рядом с ней, они в соответствии с любыми нормами, в первую очередь с человеческими нормами, они обязаны были вызвать скорую помощь для любого медицинского работника для оказания медицинской помощи. Никто из них это не сделал. Скорую помощь вызвали люди, которые находились в здании, находились в помещении и те люди, которые проводили эти злодеяния в этом здании, они были крайне удивлены в том, что появилась медицинская работника. По сегодняшний день мы занимаемся ревенционными мероприятиями в отношении к Людмиле Владимировне, по сегодняшний день она отказывается в оказании соответствующей медицинской помощи на уровне кардиодиспансера, кардиотирургического пансера. Мы принимаем все меры для того, чтобы целый комплекс организационных мероприятий. Думаем, что надеемся на то, что будет все хорошо. Доклад главного врача закончился. Теперь я несколько слов с Вашим позволения скажу в репресса. Я на протяжении сегодняшнего дня приходилось встречаться с очень многими людьми, которые находились в этом зале. И то отношение, которые, те методы, которые применялись при этих вопросах, вопросах, питках, Они меня, ну, они не шокировали. Вы знаете, после таких мероприятий иногда люди теряют веру во что-то, в какую-то правду, или к этим органам, которые проводили здесь мероприятия. Но всегда, на всю жизнь, ты, пожалуйста, как можно женщину Элладу Дмитриевну, девочке, которая щуплененькая, молодая девушка, и когда она выполняя свои обязанности, выполняя свои полномочия, как корреспондент, как можно было ее ударить, толкнуть, чтобы она отлетела в другой конец коридора. Ты, пожалуйста, как можно, я не вижу, но тали в ней уши, это все действительно было так. Как можно было, молодая, красивая женщина. Задал вопрос, а почему вы проводите эти действия в моем кабинете? Какое я имею отношение к Дмитриевну и какое я, это сословие, и прокурор в лицо, лицом в лицо. Сказала такие слова, что мне стыдно даже в мужском коллективе было произнести эти слова. На что ей прокурор ответил, еще грубее, чем он есть в первый раз. Скажите, пожалуйста, а насколько, это я не говорю о том, что выполнение своих полномочий и обязанностей, если адвокат, как прошивая Катаня, в грудь адвоката зашивая и выбрасывая из кабинета. И таких людей здесь сидит сейчас, я хотел бы действительно, чтобы это было за свидетельство. И таких людей сейчас в этом здании находится не менее 10. Я хочу сказать вот еще, в отношении заказчиков и в отношении исполнителей. Мне не поворачивается язык сказать о том, что это на их совесть. Почему? Потому что человек, имеющий более-менее нормальное психическое развитие, нормальный статус в обществе, нормальную душу и нормальную совесть, так поступить не мог. Поэтому называть совесть заказчиков исполнительной, я не могу об этом сказать. Но хочу сказать другое. Значит, в отношении заказчиков. Так судьба распорядилась, что палата, в которой находится Людмила Владимировна, в этой палате, на этом месте, несколько лет тому назад, держал Андрей Павлович Носов. Но с очень большой разницей. Андрей Павлович Носов, когда находился в этой палате, в связи с тем, что он скрывался от правосудия, аграбировал заболевание и находился в этой палате. Сейчас в этой палате, на этой кровати, лежит человек, который он довел до такого состояния. Это надо быть большим специалистом для того, чтобы человека превратить на протяжении 11 часов в то состояние, которое находится сейчас. Спасибо вам большое. Хорошо, спасибо. Тоже святитель вчерашних суббитров. Добрый вечер. Я Галина Викторовна Черкина. Сначала я хочу вам обратиться, как начальник в виде луэгганер Державного реестра выборцев. Знаете, вот Лариса Георгиевна говорила, что она пожиленемоциональный человек. Вы знаете, честно, я такой эмоциональный, но у меня уже ничего не осталось. Вот никаких эмоций. Такого сложного процесса подготовки к выборам я, как начальник, который прошел все выборы с 2008 года, еще не было. Я думаю, что все вы прекрасно это понимаете. И новые измененные законодательства, вот эти сложности, и теление по кругам. Идет процесс подготовки к выборам. Осталось, я говорю, а вчерашний день, два дня. По всем средствам массовой информации мы даем свои телефоны, координаты, люди. Приходите. Уточняйте. Если вы в списках, если вы только вчера прописались, мы вам объясним, что вам надо делать, куда идти в суд, что. Два дня осталось. Завтра уже ни мы, ни суд, ничего не могут сделать, чтобы человек мог реализовать свое избирательное право. И что вы думаете вчера? Ну вот как можно, вот какое можно дать, какую оценку этому событию? Именно вчера закрываются двери из полкома. И люди, а как правило за уточнением идут пожилые люди, ну запутались они в этих новых законах, понимаете? Они не могут понять, где он должен голосовать, кто кандидат по их дому, не по их дому. Двери закрыты, и ни один человек вчера не смог сюда к нам попасть. Я еще раз говорю, знаете, есть такое понятие, перешкоджание, пошкоджение, и как это, помогите мне, выбор чего права. Это недопустимо. Это первое. Теперь я, Чертирина Галина Викторовна, депутат Южинского городского совета. Пусть еще три дня, но мы депутаты до конца. Моя комиссия, противные, законности, правопорядка и средств массовой информации. Когда я здесь увидела, как сначала на средства, наши, наши средства местной массовой информации, человек, который назывался прокурором, именовал себя, говорил, нет, не говорил, а ра. Причем, вот, на любом суде, выступлю свидетелю, целый день я была рядом с этими людьми. Ни одного слова человеческого я от него не слышала. Это был сплошной порт. И вот этот человек начал и выталкивать, и грубить средства массовой информации. Поэтому я, как депутат, который здесь находился, взяла свое депутатское удостоверение, подошла к нему, сказала, кто я представилась, и сказала, поскольку он всех выгонял, и сказала, что я имею право здесь находиться. И я здесь находилась, и видела. И вот этот, знаете, вот, вы сказали, Григорий Васильевич, такого беспредела вы не видели. И я в своей жизни не видела вообще никогда беспредела. Я не знаю, какие они бывают, но то, что я видела, это действительно, знаете, не просто беззаконие. Люди работали и действовали так, словно они понимали, что они безнаказанности. Понимаете, вот есть такое понятие, что их за это никто не накажет и не остановит. Дорогие жители Южного, вот ко всем обращаюсь, вы знаете, я была горда. И за средства наши массовой информации, и за нашу милицию, потому что, когда вот эту девушку журналистом, этот прокурор, человек, да, я не знаю, как его называть, чтобы не обиделся именивучеству, этот прокурор, стоял наш милиционер, и он ему говорил, выведите там ее, выставите. Как действовал наш милиционер? Знаете, вот сейчас реформ идет, какими должны быть полицейскими. И этот человек, несмотря на то, что он на него орал, он говорил женщине, пожалуйста, будьте добры, вы должны покинуть, вы не имеете права. Он протянул ей руку, он ее не хватал, а предложил ей, пойдемте, но господину прокурору это не понравилось, это не их, видимо, не это. Он сам стал, сам прокомментировал, сам схватил за шкирку и выкинул эту женщину. Понимаете, на наших глазах, но я еще раз хочу сказать, так, как вели себя наша милиция, наши охранники, насколько четко, их там и матом поливали, и я лично, свидетель того, как прокурорам говорил о том, что сейчас он позвонит Альфу, вызовет сюда, их сейчас охранников этих укатают, упакуют, увезут отсюда. Ну что это такое? И поэтому, я не знаю, может я там многого не могла, но я здесь находилась и пыталась всеми силами души и не отпустить. Историю выйдет. Слушай, обожаю. Я один небольшой комментарий. Я тоже пошел в это здание где-то в часу 17, наверное, да, вечера. Никого не пускали, но так как я представился депутатом Боргсовета, звоним, баллон запустили. Я пришел как раз в то время, когда проведался обыск в кабинете управляющей делами. Там, чтобы сел на стул. При мне я видел, как вытаскивали адвоката, который представился. Хотел представлять интерес сел на стул. Иван Георгиевны сказали, вы не имеете права здесь присутствовать. Потом приходил еще другой адвокат с удостоверением. Потому что, вроде, первое сказали, у вас нет удостоверения, чуть ли нечего-то. Второе с удостоверением, с договором пришел, что вы сами не имеете присутствовать. И периодически тоже меня хотели выперить. Выперить из кабинета. Но когда я все время оставался, уже понимал, что здесь могут происходить какие-то действия незаконно, как и происходить. Но когда кабинет уже пошли другой какой-то осматривать, я остался в этом кабинете, потому что все может произойти, может появиться еще какие-то вещи, которые не связаны с этим. Периодически прокурор, заходя в этот кабинет, а мы были с Галиной Литкараной, это уже было часов на 10 вечера, так? и Аришака присутствовало два человека, которые могут засвидетельствовать, что он сказал. Он обратился ко мне. Я хочу извиниться перед всеми. Только не рваться. Не рваться. Не рваться. Не рваться. Как и скажи, почему они могут говорить, да? Да. Мы же более успешны. Мы же ничего не можем быть более. Вот поэтому нам такое отношение, Владимир Николаевич. Это касается всех депутатов, которые сегодня депутаты. Конечно, говорите. сегодня депутаты, которые в воскресенье станут депутатами. Это касается всех нас и всех жителей города. Когда он очередной раз спросил, что я здесь делаю, я говорю, я депутат ворсовета, я вам уже говорил. Он говорит, у вас здесь есть кабинетскую? Я говорю, нет, это здание городского совета, я здесь могу находиться в любом кабинете. на что он мне сказал. Старать я хотел на свой депутатский мандат. Это застал. Галина Викторовна свидетель и Аришака Сергей Николаевич тоже свидетель. Я не вру. это тоже могу подтвердить в любом кабинете. Поэтому понимать, это то, что еще я извинился и можно сказать, на них наревлещие вообще язык. Так, шея. Депутат Казаренко не знает, но с уважаемыми коллегами знаете, сейчас сложно оценить, потому что когда не был, то по слухам по информации то, что видно. Мне кажется, что данная, я не знаю, как назвать провокация, направлена на совет выбора в нашем городе. Мы разных политических глязов, разных характеров. Я за всю историю я один из, говорится, первых жителей этого города в городе Южном. Никогда не было каких-то грязи. Были разные нюансы, разные споры, но никогда у нас каких-то драк, провокаций на выборах нет. Я просто боюсь, что в воскресенье будут с этими людьми организованы провокации на выборных участках. И будет попытка, это уже приел, сейчас обнаружат в этих мешках, что там протоколы есть готовые, наверняка, это же не сложно. Мы не искали. Да, еще что-то такое. Я прошу всех все-таки содействовать правильной организации выборов, чтобы люди пришли, наши жители, и призываю их прийти на выборы. Кто за кого голосует, это право человека. Я иду, скрывать не буду, в партии солидарность блок Петра Порошенко. Но я считаю, что мы должны независимо от наших политических взглядов объединиться и идти на то, чтобы эти выборы прошли. И пресекать самым жестким совместными усилиями любые провокации, от кого бы ни ни сходили. К сожалению, мы убедили, что некоторые, которые должны законность здесь обеспечивают. Занимаемся другими. Хорошо. Спасибо. Есть. Да. Я еще одну слову хочу. Дочитать обращение. Нет. Давайте. Давайте. Я думаю, что цитаты, которые вы сказали, нужно их сделать и кубер. Кубер. Фамилия Магаи, Домарки Евгений Васильевич, ну Сергей Николаевич сказал, что он первый житель, а он второй. Я первый. Но это в виде шутки. А если серьезно говорить, почему я решил все-таки сказать, я не буду оценивать, так сказать, действия этих людей, которые мы сегодня называем прокурорами. Очень сложно назвать их прокурорами, у нас понятие в прокурорстве несколько иное. Я хотел бы напомнить только всем жителям Южным и нам, и им, что все они содержатся за наши налоги. Что в принципе не мы для них, а они для нас. Они, видимо, сейчас, в общем-то, все перепутали. В голове у них все перепуталось. Но я хотел, чтобы меня насторожило другое. Откуда пошла эта организация и в истории Южного, к сожалению, в том, вот и Сергей Николаевич, и другие, кто здесь давно уже, и депутаты были, и просто жители. У нас в истории Южного уже был такой, но он не совсем связан с нарушением законодательства, такого будем говорить, органами власти, а связан был с тем, как вот Владимир Николаевич сказал, что Дельтон Ливенов третий по значимости наполнения нашего бюджета. Когда-то у нас был и 17-й фричат. Был. Но нашлись тоже некоторые люди, которые активно начали, так сказать, на эту организацию давить, заставлять какие-то действия пройдет. В результате чего те сказали, в этом городе мы не будем. Пойдем лучше в Коминтерну. И ушли. Вот сейчас мы можем пожать вот то же самое и отсюда. Дай Бог, чтобы я был не прав. Поэтому надо думать и всем нам, то, что Сергей Николаевич сказал на выборы, идти, абсолютно и бороться за свои права, за свою возможность жить так, как мы хотим. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Пять секунд. Берю меня с вами жители Сычарки. Многие там, а как же вы могли, а как же так. И они сказали свои мнения от многих жителей города Сычарки. И что, после этого с вами можно дружить. Ну что ж, ну ладно, не бывает. Я хочу сказать, что подготовлен целый пакет документов. Еще нет окончательной редакции. Первую часть документов мы уже отправили в областную прокуратуру, как я уже сообщила. Это пояснение всех работников, которые присутствовали во время следственных действий. Мы написали общее заявление, но они уехали сейчас, вот уже, я думаю, приняты в областной прокуратуре. все-таки, есть намерение написать президенту Украины, генеральному прокурору, губернатору и еще раз в областную прокуратуру, но уже немножко другого плана сообщения. И оно в черновике уже подготовлено. Я думаю, что мы его до утра закончим. Это не часть предвыборной кампании. Мы его просто сейчас не можем начать подписывать, потому что это все-таки черновик. Поэтому я думаю, что мы его подпишем с депутатами в индивидуальном порядке, если они прочитав, согласятся с тем, что там написано, с членами исполкома, ну и приглашаю всех жителей, потому что мы его все равно будем отправлять в понедельник. Поэтому у нас еще есть несколько выходных дней, доступ к этому документу будет и в средствах массовой информации можно будет ознакомиться и под ним подписаться. Потому что я думаю, что если вы разделите ту точку зрения, которая изложена здесь, не только нашей юридической службой, но еще и многими юристами, как сказал Григорий Васильевич, которые предлагают нам сейчас свою помощь, и адвокаты, они присутствуют сейчас в этом зале, люди, которые тут же ночью приехали для того, чтобы защищать не частные интересы, не меня лично, не Владимира Николаевича, а город Южный, потому что они эту ситуацию знают по другим каким-то моментам. Поэтому большое спасибо тем, кто откликнулся, большое спасибо всем людям, которые пришли ночью, когда только появились первые сообщения в средствах массовой информации, мы очень удивились, когда вышли. Кстати, прокуратура сказала, что ни одного работника не осталось, поэтому они вынуждены были протокол оставить в кабинете отсутствующего городского головы, и вообще ни одного человека в исполкоме не было, при том, что у нас человек шесть, наверное, еще было, и они нас видели. Но когда мы вышли, увидели наших жителей, которые пришли нас поддержать, большое спасибо всем. Я думаю, что, знаете, ничего не делает нас сильнее, как возможность объединиться. Я очень рада, что те люди, которые сегодня сюда пришли, может быть, не только потому, что они сегодня наделены какими-то обязанностями и полномочиями как депутаты и члены исполкома или работники мэрии. Есть очень много людей, которые пришли просто по долгу души. Я надеюсь, что искренне вы пришли нас поддержать. Большое спасибо. Спасибо. Я думаю, что, какая-то установка вопроса неправильная. И я это чаю, как изловила Лариса Неварина. И я объясню, достаточно часто я рассматриваю жалобы, которые написаны на меня и на лечебное учреждение, которое возлагает Министерство здравоохранения, еще большестоящие органы. Я рассматриваю те жалобы, которые написаны на меня. Если мы отправим Владимира Николаевича по почте, то наше заявление будет рассматривать кругу рот нашего города. Я считаю, что мы, депутаты, должны просить, обязать, не знаю, какое еще слово подобрать, Владимир Николаевич, лично вас, отвести от обращения прокурору области, губернатору области, ну и, наверное, в главе областной рации. Так, если вы завезете, это приехал мэр, как, Владимир Николаевич, как рассматривается почта, допустим, у властей, в администрации об областной рации. Кто знает лучше, как и вы? Хорошо. Поручаете мне? Да. Хорошо. Я хочу сказать, что у нас сегодня присутствует 29 депутатов. Я посчитал каждого. Больше, чем на сессии. Мне приятно. Поэтому сегодня правят принимать решение, может, это не будет решение сессии, но это обращение депутатов, правильно? И членов исполкома, и жителей города Южного. Так что, все. Спасибо всем. Послезавтра все на выбор. Спасибо. Продолжение следует... Сейчас мы находимся в здании исполкома. Здесь только что было совместное заседание членов исполкома и депутатского корпуса. А также начальников управления в зале присутствовали и жители города Южного. Это связано с тем, что это связано со вчерашней ситуацией, которая происходила в исполкоме. Напоминает, здесь были обыски следственной группы. Очевидцы этих событий рассказали о том, что они видели. А сейчас мы идем с вами на улицу, потому что есть информация, что возле исполкома собрались люди. Сейчас посмотрим. на улицу вышел городской голова. А также депутаты пообщаться с теми, кто не поднялся в зал исполкома. Алло. Да, ответ. Было нормально? Не шутся. Здесь есть люди даже с плакатами. Людей немного, но... Ребята, а что это за плакаты? На каком языке написано? «Слава Украине» и дальше что за текст? Молодые люди, вы можете? Обращение к областному прокурору. К областному прокурору? Вы на грузинском его написали? Нет, я не могу написать. А кто написал? Я не знаю. Ну как не знаете? А что вы стоите тогда с плакатами? Не, ну молодые люди, вы-то... А что вас только двое? Вы можете сказать содержание обращения к прокурору? Молодые люди, ну честное слово, вы же пришли к исполкому. Ну, вы пришли с плакатами. На плакатах написано на грузинском языке. Вы можете сказать, что здесь написано и почему вы сюда пришли? Вы в Южном живете? В Южном живете? Объясните, пожалуйста. Ну зачем вы прячетесь, скажите? Ну не надо было сюда... Ну вы не знаете, что написано. Ну честно. Ну мы попросим наших зрителей, кто знает грузинский язык, перевести эти фразы, потому что молодые люди, по всей видимости, очень стесняются, прикрываются плакатами. Они не знают. Они не знают. Вот таким образом я подержала немного. Поэтому те, кто знают грузинский язык, переведите, пожалуйста, нам, возможно, в комментариях, в фейсбуке или в контакте. У нас сейчас прямая трансляция с создания исполкома. Могу сказать, что трансляция может прерваться в связи с тем, что техника она такая. Когда выходишь на улицу, аккумулятор очень быстро садится. Вот человек знает грузинский язык. Он точно знает грузинский? Здравствуйте. Вы точно знаете? Это обращение было написано в консульстве Грузии, в Одессе. Это обращение Батоноса Кваралидзе. Это революционный лозунг Украины, внизу революционный лозунг Грузии. И цифры, это их избирательные номера во время их революции, во время их выборов. Это для них святые, так сказать, знаки, символы. И дальше идет обращение Батоноса Кваралидзе. Помогите нам разобраться в истине. Ну, скажем так, все. Понятно. То есть вы знаете, что там написано, потому что имеете причастность к этим парням, да? Ну, просто неизвестно. Ну, кто организовал этих ребят, которые не знают, что у них написано на плакате? Что ребята говорят? Ребята ничего не говорят. И мы ничего не говорим. Понятно. В общем, спасибо. Спасибо в любом случае за то, что вы нам перевели. Сейчас мы подойдем здесь. Здесь Сейчас планируется запись интервью. Вот похоже. Вы любите, Саша. Это интересно. Представьте, вы первого, потому что... Ребята с плакатами уже нас покидают. Ребята, я сказал. У вас кабинет все обыдно. С меня не было. Вы любите, спрашивайте меня. Нет, все-таки Владимир Николаевич, вы сегодня зашли вообще в свой кабинет? Нет. А где вы были? А вы сейчас... Целый день? Я сегодня был до обеда... А вы ее подние двери снимите, берите? Да. Я до обеда был в Одессе. Я же в отпуске. Я в отпуске. А я сегодня еще и в отпуске. Поэтому после обеда уже приехал сюда. Ну, знаете, тяжелые эти вторые сутки. Надо еще переварить. Думаю, что надо будет после них подходить неделю-две, чтобы войти в такой рабочий режим. Ничего, наверное, надо было такое пережить. Сложно. Я вам хочу сказать, что для города это потрясение. Для города потрясение, потому что, ну, столько звонков людей со всей Украины, которые звонят, беспокоятся, интересуются, что случилось, что с Южным, почему там такое. И это приходится каждому отвечать на какие-то ответы, правильные ответы. Ну, как вы шумаем, это мое. Я думаю, что недолго. Еще два дня, и все успокоится. Скажите, откуда в вашем кабинете алкоголь? Алкоголь. А у меня алкоголь всегда есть. Это еще, знаете, 10 лет. Как я уже в этом кабинете работаю, всегда кто-то что-то купил, что-то подарили, что-то... Я же пил мало и практически не пил. Ну, может так. Поэтому он накапливается. Надо кому-то когда-то подарить этот алкоголь. А почему портреты Януковича нашли у вас? Портреты Януковича нашли за шкафом где-то. Не за шкафом, его нашли в ящике. Но его не нашли на стене. Не на стене, а почему он вошел? Ну, когда-то был, он же был президентом. Был. Все портреты висели на стене. У каждого кабинета висели. А почему в вашем кабинете нет ворошок? Пока еще нет, он будет, не переживай. У меня есть в кабинете Ющенко, у меня есть в кабинете Кучма, у меня есть в кабинете Тимошенко, у меня есть патриарх Владимир, у меня есть в генеральности гитар ЦК, ЦК партии Китая. Я рядом с ним. Он тогда был еще губернатором, когда мы его знакомились. И многие партии. Это не значит, что всех нужно выбраться. Это история. Владимир Николаевич, а не было у вас желания приехать срочно на порядок в Киево? Я как узнал, я целую ночью. Я, да, я целую ночью. А здесь были ваши сыновья? Туманы, да, сыновья были всю ночь здесь. Так, юристы, они работали, они были здесь юристами. Здесь приехали юристы, и были из Одессы, из Киева. Чисто адвокаты, юристы. Им удалось зайти внутрь? Нет. Ну, в здании, да, они работали, помогали, вот, выросли, говорили, всем, 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 всем управлением, вот, общались они с ними. Они сейчас работают. И я думаю, что еще будут несколько дней работать. Это группа юристов, которые будут работать для того, чтобы, ну, довести до ума начатое то, что сегодня пишут, обращения разного рода. И они как профессионалы, они будут обращаться профессионально и к генеральному прокурору, и в прокуратуре, и в суды, потому что этим должны заниматься профессионалы. Если у вас тоже прокуратур. Да, работал здесь, нет прокуратур. А уже не работал? Нет, уже год не работал. А, Владимир Николаевич, вы сказали, что еще пару дней все. А откуда у вас такая информация или уверенность, что все так будет? Ну, выборы пройдут, выборы пройдут, и мы все успокоимся. Ясно. А что, разве не так? Это всегда сложности, особенно последние дни выборов. Ну, таких еще не было. Таких выборов за моей жизни еще не было. Я не говорю за южные, в моей жизни таких выборов еще не было. Чтобы доходило до такой ситуации, понимаете, чтобы занималась прокуратура, правоохранительные органы за день, за два дня до выборов. Ну, я говорю, это, наверное, отличились мы одни на всю Украину. А вы не смотрели видео? Не смотрели видео с обысков? Смотрел через интернет. Как ваши ощущения? Ужасные, ужасные. Вы знаете, это надо пережить. Я когда себе только представляю, что это в нашей мэрии, где мы работаем, что сейчас вот это, во-первых, люди страдают и переживают. Я могу себе представить какие-то эмоции. И прокуратура, видно, это всегда. Спасибо вам, когда я смотрел репост, когда Оля тут с ними ругалась у входа. Я через интернет все смотрел. И когда прокурор там выгонял, когда вы заставили его представиться, кто он, что он. И он даже сказал, сколько ему лет уже перебывался на этом. А как вы расцениваете поведение чиновников, мужчин? Потому что женщины вчера были просто героинями. Они защищали и ваш кабинет, и вообще исполком. И буквально было всего лишь трое. Женщины всегда сильнее. И даже Альфу вызвали для того, чтобы побороть. Успокоить женщину. Как вы вообще, насчет ваших, так сказать, подчиненных. Не кажется ли вам, что как-то они стали... Вы знаете, я вам скажу, что в этом здании, вот здесь, в этом здании не так-то много мужчин. Наши мужчины работают, там, управление капитального строительства. Не здесь. Жилищно-коммунальное хозяйство не в этом здании находится. Ну и ряд других управлений. А здесь находятся больше такие работники аппарата. И здесь больше женщин. Но они сумели отстоять достойно вчера. Вы сумели смыться? Нет. Они до последнего здесь здесь. Сейчас подошли в мешканцы места. Что бы вы могли им сказать? Нужно одно из вернуться. И вы посмотрите, будут видеть ваши... Ну, что же хотелось бы сказать. Я, понимаете, я хотел бы, чтобы мы больше никогда в жизни до такого не допустили. Потому что это же наши люди. Это же нам не приехали из Киева, или из Одессы и сделали такой шорох в нашем месте. Это наши, местные жители, которые умудрились так сделать. Я думаю, что нужно достойно заниматься и предвиборчою кампанією, и достойно принимать участь в выборах. Ну, как есть, так есть. Ну, а вот просто, чтобы мы из этого делали такой хаос, и, я скажу, поднимали на такой высокий уровень, на такой высокий уровень, на такой высокий уровень, ну, как, чтобы на нас звертала, звертала увагу вся Украина, знаете, в поганом сенсии. Ну, ну, это куда-то. Это же южное. Это лучшее место в Украине. Мы должны пишаться, а не делать все, чтобы про это место говорили плохо. А вы уже общались с Андреем Павловичем? Нет, я с ним не общался. Не общались. Самое большое на сегодняшний день преступление и обвинение со стороны прокуратуры – это то, что в кабинетах исполкома нашли георгиевские ленты. В вашем кабинете также нашли орден с георгиевской лентой. Как вы можете это прокомментировать? Мой орден победы, ну, это не тот орден победы, который с Алмазом. Это, я не знаю, лет 10, наверное, или когда, или, может, 8 лет назад, на день победы, меня Совет ветеранов, по-моему, наградил этим орденом. Ну, и он так и находился в моем кабинете столько лет. И там много разных орденов, там много церковных наград. Мои награды и государственные награды, и вот эти награды общественных организаций. И они просто хранятся в кабинете. Но это не георгиевская ленточка, это орден. Он так сделан под георгиевскую ленту. Поэтому то, что понаходили, я вас уверяю, я никогда не видел в последние годы, что кто-то ходил с георгиевской ленточкой. Это, наверное, еще тоже с тех времен, то, что было 3 года назад, 5 лет назад, в шухляды побросали, и мне об этом не вспоминают. А сейчас прокуратура нашла и вспомнила. Фотографии рядом с Инуковичем в интернете. Портреты Инуковича у вас в кабинете. Ну, ты мне же задавали такие питания, я сказал. Мы уже знаем. Так. Так. Все. Все, дякуем. Все, сановне, я вас очень прошу через день на выборы. Все, дякуем. Вот именно. Оказалось. Плохой? Только что закончилось интервью с городским головой. К сожалению, мы по техническим причинам не можем дальше транслировать и опрашивать, потому что у нас просто нет накамерного света. На этом мы заканчиваем. И прощаемся с вами до выборов. Во время выборов мы тоже планируем проводить прямые трансляции, а также планируем, что будет телемарафон. Уже после того, как избирательные участки будут закрыты. Поэтому встретимся с вами через один день, 25 октября.